Пару недель осталось до начала нового учебного года, который для школьников начнется преимущественно в дистанционном формате. Отметим, что в этом году в семье в первый класс зачислено 5 115 детей. Общее количество учащихся 47 814 человек. О готовности школ к учебному году и о том, как будет проходить обучение на онлайн-брифинге, рассказал Аким города Ермак Салимов. По информации Акима города Ермака Салимова, на сегодняшний день в семейском регионе функционирует 66 школ, 15 из которых расположены в сельской местности. На дистанционный формат будут переведены 54 полнокомплектных школ. По желанию и заявлению родителей для учащихся первых-четвертых классов будут работать дежурные группы со строгим соблюдением санитарных мер и социальной дистанции в полтора метра. Уже поданы заявления от родителей 10 036 детей, что составляет 50% от всех учащихся начальных классов. Расписание в школах будет, безусловно, составлено с учетом условий каждой школы и количества записавшихся в дежурные группы. Начало занятий и перемены будут организованы ступенчато, преподавать будет только один учитель, а часть предметов в этих классах будет преподаваться в дистанционном формате. В целях безопасности детей школьные столовые функционировать не будут. В регионе имеются 11 малокомплектных школ. В них обучаются 1092 ученика. Для них обучение будет проходить в традиционном штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Для этого закупаются бактерицидные лампы, санитайзеры, антисептики, дезинфицирующие коврики, маски, сказал Аким. В дошкольных организациях по желанию родителей после отмены карантина будут работать дежурные группы с численностью не более 15 человек. По заявлениям родителей дети могут проходить обучение и в дистанционном порядке. Если в семье несколько учеников и в наличии имеется только один компьютер, то мы будем определять для них другой формат участия на занятиях. Например, не онлайн занятия, а электронный кейс. В любом случае обучающийся получит задания, консультации и обратную связь в удобное для него время. Расписание в этом случае тоже будет гибким. На период обучения за счет закупа 1598 компьютеров будут обеспечены дети из малообеспеченных семей. Процесс распределения будет осуществляться при непосредственном участии родительской общественности и МПО. Что касается работы организаций дополнительного образования, то все они будут проводить занятия преимущественно в дистанционном режиме. Но по заявлениям родителей дети могут обучаться в малых группах до 5 человек или индивидуально. В целом на период обучения дети из малообеспеченных семей будут обеспечены необходимой компьютерной техникой и интернетом. Скорость интернета населения в городской местности в среднем составляет от 4 до 80 мегабит, в зависимости от технических возможностей провайдера интернета. Слабый сегодня интернет, к сожалению, у нас наблюдается в отдельных частях поселка Фушахтар, Восход, Аксай и жилого района Карагайлы. В данное время мы провели переговоры с провайдерами для того, чтобы они усилили сигнал интернет-связи. В сельской местности интернет составляет от 4 до 8 мегабит в секунду. В Абролинском регионе проводной интернет отсутствует, имеется только в школах. В данное время Казахтелеком проводят масштабные работы касательно проведения оптоволоконного интернета в Абролинский регион. Для обучения детей будет использоваться платформа онлайн МЕКТЕП, телевизионные программы Балапан и Елиарна. Обеспеченность учебниками в городе стопроцентная. Праздничная линейка в этом году будет проведена в дистанционном режиме. Планируется также проведение единых классных часов на темы «Как учиться дома» и «Основы гигиены». Массовые мероприятия проводиться не будут до конца года. Как отметил глава города, по поручению Акима области для 8064 детей из малообеспеченных и многодетных семей за счет бюджета приобретаются школьная форма и обувь. Что касается готовности самих школ, то в текущем году на 1 миллиард тенге был проделан капитальный и текущий ремонт зданий.